В уголовно-исполнительной системе Павлодара работают свыше сотни женщин. Их будни – постоянный стресс. Ведь среди подопечных встречаются люди со сложным характером и непростой судьбой. Найти общий язык и поддержать заключенных старается афтезиатор тюремного врачебного отделения Гульнур Сидахметова. Они – история наших корреспондентов. Гульнур Сидахметова начала свой профессиональный путь в противотуберкулезной колонии. Тогда ее ожидания столкнулись с холодной реальностью. Но, несмотря на тяжелую обстановку, она осталась верна службе. Главная ее задача – помочь больному. Начала в противотуберкулезной зоне. В то время была 25-ка. АП-162 – дробь 5. Там свою трудовую деятельность начала. Потом ее закрыли. Нас расформировали по другим колониям. Практически была во всех колониях города Павлодара. Стараюсь относиться с ответственностью. Потому что я всегда считала, что здоровье – это самое главное. И врач должен быть от Бога. В уголовно-исполнительной системе Гульнур Сидахметова уже 15 лет. Сегодня она в звании майора. Говорит, что в колониях приходится не только лечить организм, но и душу человека. Ведь у каждого пребывающего здесь своя непростая история. Всегда говорят, не переживайте. Это все временно. Это все скоро закончится. Скоро вы все пойдете домой. Все равно морально они поддерживают. А моральная поддержка, она очень нужна. Тем более в этих стенах, когда так-то тяжело сидеть. Холодные стены, кованые железные двери. Сейчас здесь насчитывается 350 человек, ожидающих решения суда. В день на прием к врачу записывается не менее 50 осужденных. А во время пандемии работа стала особенно напряженной. Пандемия, она не только в гражданском секторе, но и нас в пенитенциальной системе очень тяжело. Потому что мы были не подготовлены. Это, как говорится, запас медикаментов. Это запас изделий медицинского назначения. Те же маски, перчатки. Поэтому очень тяжело было вначале. Но сейчас ситуация уже стабилизировалась. Среди заключенных были и заболевшие коронавирусом. Пневмонией. Но благодаря своевременным мерам удалось избежать трагических последствий. Сабин Рахимбай, Карлогаш Касиетова, Самат Успанов, из Павлодара, Хабар-24.